Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня мы снова с вами в лесу. Надо расслабиться после хорошей гулянки и отдохнуть. Но мы начинаем! И сразу по краю леса нас встречают грибы. Это говорит о том, что грибы пошли как раз в то время, когда мы отмечали нашу золотую свадьбу. Вот так можно и прозевать все. Ну, пошли искать грибы. Когда я хочу найти грибы, я хожу по тем местам, где я когда-то собирала. Грибы массово. Поэтому я знаю, что там есть грибница. И мне нужно проверить эти местечки. В Германию пошел белый гриб и пошел польский гриб, который немцы называют моронен. Вот я и пришла на свои места, где я их собирала массово. Прошел свежий дождь. Ну, от грибов пока нет и духу. Вот так. Вот опять свалили березу. Причем, наверное, буря свалила. Грибочков нет. Хотя в лесу очень сыро. Попадаются сыроежки по окраинам леса. А так... Лес совсем другой. Никогда раньше в лесу ничего не росло. Был только мох и деревья. Было очень чисто. Очень приятно было гулять по этому лесу. А сейчас... А сейчас маленько... Сейчас маленько... Мусорная, я бы сказала. Но она все быстро. При этой влажности воздуха, которая у нас в Германии, она уйдет быстро. Этот мусор. И эта грязь. Чем же я спасаюсь от клещей, когда иду в лес? Сейчас мы берем с собой бальзамчик. Вот такой. Намазываем руки. Намазываем места соприкосновения одежды, где могут только клещи пробраться к телу. Ну и даже при такой осторожности иногда бывает, что собираются заразы такие. Такие заразы. Вот такая красота. В прошлом году я рассказывала про этот лес. Историю я получила эту от одного прохожего тоже в лесу, который мне рассказал, что этот лес рукотворный. И он был посажен после бури в 76-м году. Когда был такой ураган, что положила весь лес. Тогда его расчистили от лесоповала или от бурелома. и на этом месте высадили деревья. Высадили елку. А сейчас елка частично поражена жучком, частично повалена ветром, и ее массово выпиливают. Поэтому вот такие места есть, где выпиленные корни, ветки. Все это оставлено в лесу. Забрали только деловую древесину, которую можно пустить на дрова, на деловой лес. А вот, девчонки, мухомор. Вот этот мухомор, я думаю, что это серо-розовый. Не беру их, потому что они очень похожи на пантерный гриб. И я боюсь перепутать. Вот и все. Ну и мухомор для меня это слово табу. Посмотрите, что я нашла. Такого я никогда не видела. Думала сначала кости рыбьи. А это не рыбьи кости. Это это шкура ужа. Ужик подрос. Его одежда стала ему мала. И он ее оставил для меня вот здесь на пенте. А сам упал дальше. Видите? Какая красота. Или это целый уж? Или это кто-то кто-то съел. Что это? Съел? Это шкура осталась. Нет, это не шкура. Это его кто-то поймал и ел. Потому что голова все здесь. Так что это кто-то съел ужа. Какая кошмарная история. Вот 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 это кто-то ел. Хряп 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 зубами. Какой-то хищник не доел ужика. Вот он красавчик. Ужик впервые встречаю ужа в Германии. И вообще в своей жизни. И тот наполовину съеденный. Конец июля. Последняя декада июля. Влажность зашкаливает. А в Германии не растут грибы. Ну вот скажите мне пожалуйста по какой причине природа так реагирует. Грибы здесь грибной лес. Мы здесь всегда собираем. Но намного позже. Где-то в октябре. Вот как-то так. Вот ну ничего. Вот ноль. ноль без палочки. Абсолютно. Вот я иду по дороге, но в промежутке всегда полно белых грибов. Но нет. Нет. Нет ничего. Ну что будем делать? Смотреть. м о вот нет ничего и даже лесных шампиньонов которые обычно здесь растут желтеющих ядовитых и их нет 0 абсолютный 0 по грибам сейчас пойдем еще в один лесок посмотрим польские ну и будем возвращаться к машине для прогулки времени смотрите земляника лесная красота ковриком идет и тут земляника я приносила из леса пару растений по моему три штуки садила они принялись ну постепенно их съедают мокрушки слизни и они не развиваются им здесь в лесу в большой группе намного сподручнее зарастала была одна полянка разбежалась на весь лес вот тут я нашла маховик красавчик его уже улитки поели а вот тут смотрите какие экземпляры сидят у хоть бери с собой устрицы и вот это еще одна устрица вот тут видите рядом с ними растет малыш они ждали когда он вырастет и его можно будет слопать малыша забираем обойдутся теми объектами которые вон там лежат пусть едят что есть как то так посмотрим еще вокруг аккуратно все-таки не с пустой корзиной мой телефон регулирует запись он отключается когда ему нравится и за ним надо постоянно следить точно хочет на помойку видите какие заросли впереди хотя мы хотели посмотреть одно местечко на котором нет вам и лесная малинка видите спасибо лес вкусняшки ароматные да что такое малина затягивает паворотник затягивает все пустые места ну вот вижу я в этот лес уже больше десяти лет каждый год и последние два-три года вот после этих бурь лес забивает потому что его проведела буря стало попадать солнце и лес вот таким образом зарастает растениями и очень много лесной малины только она вот такой силая так вон там грибники ходят кричат что ты кричишь витя ты чё кричишь нашел свое место вот так место не заросшие сейчас посмотрим что тут выросло на его месте прошлогоднем прошлом году октябре месяце вот на этой поляне он нашел 37 отборных польских на подарок другу как-то так вот здесь на месте елового леса уже посажен буковый лес видите сколько мелких саженцев разместили на месте где был еловый это остатки елового красотища сейчас выйдем на дорожку а вот этот вот здесь никогда не рос бальзамин красавчик никогда забил все дороги лекарственное растение бальзамин вот вам и грибы маховик прям возле машины ну бери о червивый не было счастья и это несчастье идем посмотрим что там в лесу ну нам пришло время прощаться с вами и с лесом вот такой у нас сегодня улов вышло солнышко стало жарко прогулялись даже устали всем пока пока ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите свои замечательные комментарии вам всем счастья здоровья любви пусть сбываются все ваши желания и мечты живите весело и интересно двигайтесь больше ешьте меньше вам будет от этого только лучше ну и до новых волнующих встреч завтра на канале север это моя судьба